Итак, студенческое плавание появилось в новостях не потому, что это просто интересное спортивное соревнование. На чемпионате НАСС по плаванию на дистанции в 200 метров вольным стилем среди женщин НАСС заставила Райли Гейнс, плавчиху из Кентукки, соревноваться с биологическим мужчиной по имени Лия Томас. Сейчас вы видите этот заплыв на экране. Примечательно, что Гейнс финишировала одновременно с Томасом, несмотря на его очевидное преимущество. Она считает, что НАСС умудрилась испортить все аспекты данного соревнования. Мы месяцами пытались связаться с плавчихами из колледжа и рассказать о том, что они думают о происходящем, но никто не согласился, кроме Райли Гейнс. Мы благодарны ей за это, и сегодня она с нами. Райли, большое спасибо, что пришла, я просто дам тебе выговориться. Расскажи нам, что ты думаешь о своем участии в этом соревновании. Привет, Такер. Огромное спасибо, что пригласил меня. И дал мне возможность высказаться за себя и за многих других спортсменок, которым не так повезло, как мне, и которым запретили об этом говорить. Как ты и сказал, мы с Лией совсем недавно финишировали в ничью на чемпионате НАСС. И, честно говоря, я думаю, что НАСС испортило все с момента, как мы финишировали. Когда я прошла за подиум, чтобы забрать свой приз за пятое место, они прямо сказали мне, что на фотосессии трофей за пятое место будет у Лии, а я должна позировать с трофеем за шестое место, а приз за пятое место мне потом пришлют по почте. Так, мало того, что они разрешают мужчине участвовать в женских соревнованиях, они также продвигают его в соревновании с женщинами, которые участвуют в конкурсе. Я правильно понял? Да. Когда я спросила их, почему они отдают трофеи Лии, они ответили мне, мы выдаем их в хронологическом порядке. Я спросила их, о чем они, какой хронологический порядок, если у нас ничья. А они прямо сказали, мы просто намерены отдать трофеи Лии, мы уважаем и восхищаемся твоим плаванием, но трофей должен быть у Лии. Еще один случай, заткнись и не задавай глупых вопросов. Верно. Я была шокирована. И я знаю, что остальные пловцы, которые стояли рядом и слышали это, тоже были шокированы. Было сложно поверить, что это произошло на самом деле, и это говорит мне, что нас не была готова к подобному. Ведь когда они столкнулись с этой ситуацией, они защитили такое небольшое меньшинство и повернули спиной к тому, за что стоит сама организация и ее название. Ну, по-моему, они уже показали, что им плевать. Людям, этим не занимающимся, но знающим о необходимых усилиях при тренировках по плаванию, это кажется не очень справедливым. Пускать на соревнования кого-то, у кого есть биологическое преимущество. Именно. Я думаю, что есть разница между полом и гендерной идентичностью. И мне кажется, что в последние пару лет это начали упускать из виду. И все наконец дошло до того, что это полностью нарушает права женщин, особенно в спорте. Минуту назад ты сказала, что ты говоришь от лица остальных пловчих, которым было велено не произносить ни слова, только молчать и не задавать вопросов. Если ты можешь говорить от их имени, то что они думают? Из разговоров с пловцами нас я поняла, что представители СМИ, тренеры и другие внешние источники влияния говорили им. Ничего не говорите, просто забудьте об этом, сохраните лицо. Мне просто повезло, что у меня есть такая потрясающая поддержка в университете Кентукки, как от моего спортивного директора или же моего главного тренера Ларса Йоргенсона. Все пловцы, с которыми я говорила, отвечали, что нас поступило неправильно. Я знаю, что не могу говорить за всех, но я почти уверена, что говорю за подавляющее большинство спортсменок. И эта ситуация просто несправедлива. Мы имеем дело с чем-то, что полностью выходит из-под нашего контроля, когда мы участвуем в соревнованиях с мужчинами. Ведь у нас разная емкость легких. У них высокий уровень тестостерона, независимо от того, принимают они блокаторы тестостерона или нет. А речь о человеке, который плавал три года как мужчина, это просто нечестно. Да, все, что мы видим, это жульничество. И поразительно, что, чтобы указать на этот факт, нужна храбрость. Но, увы, это так, и мы ценим это. Райли, большое спасибо. И тебе спасибо. Спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова